Здравствуйте! С вами детский психиатр Ткаченко Ольга Петровна. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить теме инклюзия. Почему инклюзия? Да потому что у многих родителей остаются вопросы. Нужна ли инклюзивная форма обучения деткам с задержкой психического развития? В этом вопросе самое главное, чтобы родители не путали с задержкой психического развития, с недоразвитием психических функций. Задержка психического развития – это нарушение формирования и развития психических функций. Детки с такими проблемами имеют стойкие нарушения в эмоционально-волевой сфере, интеллектуальную недостаточность и нарушения в познавательной деятельности. Хочу отметить, что все нарушения, которые есть у таких деток, обратимы. У деток с недоразвитием психических функций изменения носят необратимый характер. Подход к таким деткам в обучении, в лечении абсолютно другой. Поэтому дети с задержкой психического развития могут учиться как по общей программе, так и по инклюзивной программе. Если нарушения незначительны, детки учатся по общей программе. Если существенные проблемы, такие дети могут учиться по инклюзии. Дети с недоразвитием психических функций должны учиться по инклюзивной программе. Таким деткам необходим ассистент учителя. Бывают и такие случаи, что детки с недоразвитием психических функций учатся по общей программе только потому, что родители не видят проблем или не хотят их видеть и не обращаются к специалистам, отказываются от посещения инклюзивно-ресурсного центра. Такие детки учатся с другими детьми. И требования к таким детям будут такие же, как и к его одноклассникам. Поблажек со стороны учителя к такому ребенку не будет. Такой ученик пишет со всеми наравне. Самостоятельные контрольные работы и сдает экзамены. И когда в конце года родители обращаются к детскому психиатру для того, чтобы освободить своего ребенка от сдачи экзаменов, хочу сказать сразу, дети с нарушением интеллектуального развития, которые учатся по общей программе, от сдачи экзаменов не освобождаются. А как поступить родителям, которые все-таки посетили инклюзивно-ресурсный центр и категорически не согласны с комплексной психолого-педагогической оценкой, которую провели их ребенку, я рассказывала в предыдущем видео. Не будем на этом долго останавливаться. Если у родителей возникают вопросы, есть ли отклонения у ребенка, они всегда могут обратиться на консультацию к детскому психиатру, который либо подтвердит проблему, либо развеет их сомнения. Хочу успокоить родителей. Без их согласия ни один специалист не имеет права проводить осмотр ребенка. Не имеют права навязывать учебную программу. Если учитель видит проблему у своего ученика, он в поведении, в обучении, он обязательно укажет на данную проблему родителям. И если нужно, порекомендует обратиться к соответствующим специалистам. Если возникают вопросы, задавайте. Проблемы нужно решать. Будьте здоровы! До новых встреч! Продолжение следует...